МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 10 ноября. В студии работает Андрей Тенн. Это коротко о главных событиях. 25-летнего Олега Харитонова полицейский забили до смерти. Такое заявление делает брат погибшего. Прокуратура назначила дополнительную экспертизу, которая будет проводиться в Астане. Тамара Дюсенова рассказала о новой программе, помогающей выйти из состояния бедности. С визитом в Карагандинской области побывала министр труда и социальной защиты населения. Областной общественный совет обсудил вопросы, о переходе казахского алфавита на латинскую графику. Ученые заявили, что переход на латиницу поддерживает эволюционное, а не революционное развитие Казахстана. И теперь подробнее об этих и других событиях. Родственники погибшего при задержании Олега Харитонова намерены привлечь к ответственности полицейских. Брат погибшего Илья Харитонов рассказал свою версию произошедшего. Брат погибшего при задержании 25-летнего Олега Харитонова утверждает, что молодого человека попросту забили до смерти. В качестве доказательств Илья приводит слова многочисленных очевидцев. Они были двоем с другом, подъехала гражданская машина, вышло четверо мужчин, двое в форме полицейских, двое гражданки. После чего начали их крутить, пытались посетить машину. Мой брат сопротивлялся, и они начали его избивать. Били, пытались запихать в багажник, после чего он упал и перестал двигаться. Полицейские не оказывали первую помощь, не вызвали скорую. Скорую вызвали только жителей. Ну и все, в принципе, скорая приехала, констатировала факт смерти. Илья Харитонов не отрицает, что у брата был нож, но он его сразу выкинул, заявляет молодой человек, как и телефон, который якобы взял у своего друга. Напомним, что по версии следствия, за два часа до задержания Олег Харитонов ограбил 19-летнего карагандинца, избил его и похитил телефон. А при задержании он трижды ударился головой об асфальт. Согласно экспертному заключению, смерть наступила в результате сердечного приступа. Брат погибшего не верит ни единому слову полицейских. За помощью он обратился в прокуратуру. Надзорный орган инициировал расследование по статье Уголовного кодекса «Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». На сегодняшний день, к счастью, прокуратура нашу сторону взяла, нас поддерживает. Будет назначена дополнительная комплексная экспертиза. Данная экспертиза будет проводиться за пределами города Караганды, для того, чтобы исключить какое-либо влияние со стороны на эту экспертизу. С нашей стороны мы будем искать, предоставлять следствию свидетелей, которые смогут указать на то, кто виноват в смерти человека. В отношении всех свидетелей по нашим податайствам будут применяться меры безопасности, также, чтобы исключить на них какое-либо влияние. На сегодняшний день это пока минимум, который у нас есть. Это свидетели, различные видеозаписи, фотографии. В дальнейшем следствие будет разбираться, все-таки приходить к выводу, кто виноват в данном случае. Погибший Олег Харитонов работал электриком. У него осталась гражданская жена и двухлетняя дочь. Стоит также отметить, что ход расследования уголовного дела находится под контролем прокурора Карагандинской области. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тенжи, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Мать-героиня готова сдать в ломбард подвеску алты-налка, чтобы прокормить семерых детей. Семья Назгуль-Кужахметовая, проживающая в сортировке, сводит концы с концами. Многодетная семья ютится в маленьком съемном доме, а заработка супругов едва хватает на пропитание. Вот уже 10 лет Назгуль-Кужахметова ждет своей очереди на получение жилья из государственного фонда. Мать-героиня рассказывает, финансовое положение семьи оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что оба супруга работают, обеспечить детей всем необходимым не получается. Зима не за горами, а в доме нет угля, у детей нет верхней одежды. У нас много друзей, но приглашать их в гости попросту стыдно. Как можно показывать такое жилье? После долгих 10 лет в очереди надежда на получение жилья начинает угасать. Мне стыдно говорить об этом на камеру, но выхода не осталось. У меня семь дочерей. Для каждой нужно покупать канцтовары, одежду, сдавать деньги в фонд школы. Невозможно добиться понимания со стороны администрации школы. Ни у одного из моих детей нет зимней одежды. Я уже устала писать письма в Акимат. Глава семейства негодует. За два года очередь продвинулась лишь на семь позиций. Многодетная семья непрерывно обивает пороги Акимата, но их жалобы остаются незамеченными. От отчаяния супруг Назгуль заявляет, он готов пойти на кражу. Нам сообщили, что мы стоим 2009-ми в очереди. Через два года очередь продвинулась лишь на семь мест. Я поражаюсь такому раскладу. В нынешнее время мы снимаем этот дом. Хозяин переехал в Москву. Каждый месяц я отправляю ему 30 тысяч тенге. Живем, надеясь на одного Аллаха. Пытаюсь прокормить семью тремя буханками хлеба. Честно говоря, я готов пойти даже на кражу. Все это ради моих детей. Одна из дочерей училась в городской гимназии. Девочка показывала хорошую успеваемость. Однако родителям пришлось забрать документы из престижной школы. За одну только школьную форму приходилось платить свыше 20 тысяч тенге. Пропитание остальных детей оказалось приоритетнее учебы в гимназии. В ожидании помощи от государства семья старается экономить на всем. Ситуацию прокомментировали сотрудники карагандинского акимата. Обладательницы золотой подвески посоветовали подать заявку на участие в программе по развитию области. Кожахметова Назгуль числится 1718 в списке граждан на получение жилья из государственного фонда. Мы советуем ей собрать документы для программы по развитию области, которая стартовала 7 ноября. В рамках данной программы обретение собственной крыши над головой станет возможным. Согласно пункту 4 статьи 74 закона РК о жилищных отношениях, распределение жилищ производится строго по списку, за исключением инвалидов, детей-сирот и участников Великой Отечественной войны. А пока власти разрабатывают на бумаге новые проекты по улучшению жизни граждан, эта многодетная семья продолжает питаться лишь хлебом, ожидая своего угла. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Тамара Дюйсенова рассказала о новой программе, помогающей выйти из состояния бедности. С визитом в Карагандинской области побывала министр труда и социальной защиты населения. Министра сопровождает Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. 9 ноября в стенах Дома дружбы министр встретилась с активными женщинами нашего региона. Она рассказала о новом формате адресной социальной помощи. С 1 января 2018 года Казахстан перейдет на новый формат адресной социальной помощи. Сегодня государство выплачивает помощь семье, доход каждого члена которого ниже 40% прожиточного минимума. Со следующего года пособие будет выплачиваться тем, чей доход ниже 50% прожиточного минимума. По словам министра труда и социальной защиты населения Тамары Дюйсеновой, суть новой программы – помочь выйти из состояния бедности. И мы будем представлять для тех семей, у которых есть трудоспособные члены, готовые работать, которые могут работать, они будут получать адресную социальную помощь на контракт на основе. То есть мы представляем социальный контракт. Что такое социальный контракт? Государство, то есть местный исполнительный орган, теперь по этому социальному контакту обязуются перед семьей выплатить адресную социальную помощь. Второе, если есть вакансии, если у человека есть профессии, то достраивать его. Третье, если есть возможность, он хочет заняться бизнесом, то дать возможность получения микрокредита. И третье, если есть необходимость оказания каких-то реабилитационных услуг, медицинских, социальных, то тогда такие адаптационные программы. Вот эти обязательства государство в этом социальном контракте берет на себя и подписывается под этим. Но и малообеспеченная семья берет на себя обязательства, в частности, работать. Если же граждане отказываются от работы без объективных причин, то семья выпадает из списка получателей адресной социальной помощи. Министр Дуисенова заявила, что государство не может содержать за счет средств налогоплательщиков тех, кто не хочет работать. Также министр подчеркнула, что для получения различных справок приходится обращаться в ряд инстанций. Это отнимает не только время, но и силы. Поэтому в следующем году необходимый пакет документов можно будет получить в одном органе – Центре занятости населения. Придет человек в Центр занятости. В Центре занятости открываем отдел, который будет работать именно лицам, нуждающимся в адресной социальной помощи. И они должны, первое, принимать документы на назначение адресной социальной помощи, регистрировать его в качестве безработного или лицающего работу. И там же ему должны вот этот социальный контракт дать, ее подписать. И человек после этой Центре занятости должен уйти, получать на руки направление, куда ему нужно идти – на работу, на обучение или на микрокредитную организацию, и получать на свой счет адресную социальную помощь в виде денежных, в денежном виде. После своего выступления министр труда и социальной защиты населения ответила на вопросы присутствующих. Они касались и поэтапного повышения пенсионного возраста для женщин, и пособия для многодетных семей, а также другие актуальные вопросы социального обеспечения и занятости населения. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. Программа пребывания министра Тамары Дюйсеновой в Каргандинской области насыщенная. 10 ноября она провела встречи с руководителями крупных промышленных предприятий региона, а также с акимами городов и районов. Но утром министр посетила Каргандинский центр занятости. Именно сюда уже со следующего года будут обращаться нуждающиеся за адресной социальной помощью. Сегодня, чтобы стать получателем адресной социальной помощи, необходимо собрать много справок из разных инстанций. Но уже в скором времени сделать это можно будет в одном месте, а именно в центре занятости. Насколько Каргандинский центр готов к наплыву посетителей? Таким вопросом задалась министр труда и социальной защиты населения Тамара Дюйсенова. Министр ознакомилась с работой Каргандинского центра занятости и оценила его готовность к работе в новом формате адресной социальной помощи. Интересовалась его материально-техническим оснащением и профессиональной подготовкой специалистов. И вот постоянно пополняется у нас банк-вакансий тоже у нас и предприятий. И еще, здравствуйте, спасибо. Еще работа, да? Да, вот. Ну, что еще работа, плакать, беседы полностью. Не обошла вниманием и реализация пилотного проекта «Урлеу», который действует в Карагандинской области более двух лет. За это время порядка двух с половиной тысяч человек стали его участниками. Часть из них была переобучена, трудоустроена или открыла собственное дело. Среди участников – житель Караганды Владимир Ген. Я в марте месяце обратился в центр занятости после того, как не мог найти работу. И сотрудники помогли мне, отправили меня, то есть направили меня, чтобы я поехал на новую работу. После того, как я нашел ее, то есть я начал проходить стажировку. Мне здесь также сказали, что я могу поучаствовать в программе «Урлеу». То есть это программа, которая помогает, это поддержка семьи. И я решил поучаствовать в ней, потому что так как мне нужна была на самом деле помощь. Еще одним новшеством в борьбе с безработицей станет электронная биржа труда, которая станет большой площадкой для работодателей и соискателей. Нововведение уже разработано Министерством труда и защит населения. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Областной общественный совет обсудил вопрос о переходе казахского алфавита на латинскую графику. В совещании приняли участие научные руководители, преподаватели, бизнесмены, государственные служащие, молодежь и ветераны. Участники заявили, что переход на латиницу поддерживает эволюционное, а не революционное развитие Казахстана. От пропаганды и обсуждения статьи главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» пора переходить к конкретным мерам по ее реализации. Так решили на областном общественном совете. Особенно важно это в работе поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Нурсултан Назарбаев отмечает, что мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы независимости. Это понимают и все члены общественного совета. «Требования современного общества, я считаю, что это будущее молодежи. Это для них, потому что мы уже ветераны, будущее молодежи, они должны все знать в латинской границе». Сегодня модернизации одной экономики, общегосударственного дела, вхождение Казахстана в тридцатку развитых стран мира не сделаешь. Многие проблемы возникают из-за того, что большой глобальный мир стремительно меняется, а массовое сознание остается в домашних рамках. Язык является важнейшей частью жизни общества. Он объединяет, развивает и дает возможность выхода в мировое пространство. Соответственно, переход на латиницу, так как в основном весь мир сейчас говорит и пишут на латиницу, «Я думаю, будет только способствовать, получается, этому объединению нашему, для обмена опытом, для выхода нашей страны на мировую арену, как полноправного представителя, члена мирового сообщества. Я думаю, это будет только способствовать». Переход на латиницу – это часть национальной идеи «Менгелик Ер», которая является жизненной необходимостью общества, с позиции понятия духовной модернизации и изменения в национальном сознании. «Дело в том, что мы сегодня обсуждаем не просто юридическую проблему, это проблема очень серьезная социально-технического, я бы сказал, глобального изучения, потому что вызов глобального мира для Казахстана сегодня нечей. Поэтому, что вся Анастасия Бешевича, конечно, группа, вся программа, которая строится в тех задачах, которые поставили в 12, она нацелена на то, чтобы действительно модернизировать таким образом в нашу жизнь, в наше сознание, чтобы мы могли ускорее научить настолько серьезное, чтобы встать в ходе социально-технического. Сегодня уже есть первые конкретные шаги по реализации перехода на латинскую графику. В Караганинском университете создали программу транслитерации казахского алфавита с кириллицы на латинскую графику. В своей программной статье лидер нации Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что государство и нация не статичная конструкция, а живой развивающийся организм. Чтобы жить, нужно обладать способностью к осмысленной адаптации. Новая глобальная реальность пришла без стука и разрешения ко всем. Именно поэтому задачи модернизации стоят сегодня практически перед всеми странами. Время не останавливается. А значит, модернизация, как и сама история, продолжающийся процесс. На новом разломе эпох у Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновления и новые идеи самим построить свое лучшее будущее. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Отныне все вопросы об условно-досрочном освобождении будут рассматривать только в электронном формате. Сведения о поведении и занятости заключенных в местах лишения свободы будут заноситься в электронную базу. Это совместный проект Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Министерства внутренних дел. Открытое судебное заседание прошло в исправительном учреждении АК-159-11. В начале стороны рассмотрели заявление об условно-досрочном освобождении уроженца Актюбинской области Виталия Соболева. Ознакомившись с ним, заместитель прокурора области Нуркен Жан Ахметов дал положительную оценку поведению осужденного. Осужден Соболев отбыл установлен закон о честь наказания для подачи данного характериста. Администрация учреждения АК-159-11 Соболева характеризует с положительной стороны. За добросовестный труд и примерное поведение и активное участие в культурно-массовых мероприятиях имеет три пощения. С 2016 года находится на облегченных условиях содержания. Является председателем сайтарно-гигиенической секции. По словам родственников Виталия Соболева, они готовы прописать его у себя дома. А прежний работодатель заявил, что вновь примет Соболева на работу. Учитывая хорошее поведение, оснований для отказа нет. В 10 колониях Карганинской области отбывают наказание более 5,5 тысяч осужденных. Около 2 тысяч написали заявление на условно-досрочное освобождение. И только 600 человек вышли на свободу. Все сведения о поведении и занятости заключенных отныне будут заноситься в электронную базу. А вопросы об условно-досрочном освобождении будут рассматриваться только в электронном формате. И в завершении выпуска о спорте. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» в заключительном матче домашней серии с сухим счетом уступил питерскому клубу «Динамо». 9 ноября матч закончился со счетом 0-3. Все подробности в обзорном репортаже Марата Такишева. С первых секунд матча обе команды начали показывать яркий хоккей. Первый гол случился в середине периода. Могли «Динамовцы» и увеличить отрыв, но многочисленные ошибки гостей и защита карагандинцев, а также многочисленные сейвы голкипера «Сарарки» не позволили это сделать. Второй период продолжился в том же ключе, только с тем отличием, что соперники поочередно играли в меньшинстве. Вторая шайба ворота «Сарарки» залетела в середине третьего игрового отрезка. За пару минут до конца игры тренерский штаб «Сарарки» снял вратаря, но это обернулось еще одной шайбой «Динамо». Петербуржцы одержали победу с сухим счетом 0-3. Я считаю, что это была хорошая боевая игра с обоих сторон. До последнего дня напряжение. Но удача сегодня нас сработало большинство. Я считаю, что ребята неплохо выполнили тот план на игру, который мы им предложили. Но потому мы победили. С моей точки зрения, что мы уступили одной из немногих игр, одну из немногих игр, в которых мы уступили, но в движении мы просто уступили сопернику. Моя точка зрения, первый период-то, с моей точки зрения, намного, может быть, второй поровней. Третий уже, ну, большинство, если сказал, коллега, большинство удача забили, сверху два раза бросили. Защитник попал первый раз, удача второй раз удача попал. Так оказалось так, вроде как, будто мы неплохо играем в меньшинстве. Но сегодня это у нас компонент нас поднял. Следующий матч Сарарка проведет 17 ноября на выезде в городе Учалы против местного клуба «Горняк». Марат Такишев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова